Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомелю, студии працуя Александр Гамоля, глядите у гэтым выпуску. В Беларуси распрацовывается система страхования от беспрацовья. В Брахинском районе распачала работу первая в регионе перасовная медицинская амбулатория. Свои веды, подчас тотальной дыктовки у Гомеля проверили около 200 человек. В областном центре официально открыли мотосезон. А зараз об этом и иншим больше подробязно. У Беларуси з'явится система страхования от беспрацовья. У интернету на эту тему шмат пишут как журналисты, так и корыстальники. Миркованни разделяются. Некто решит, что это добрая идея, иншие относятся скептично. По коль же Министерство працы накерувало свои пропановы по этим вопросам в АУРАД. У запланованных новациях разбиралась Марина Джалая. Министерство працы планует повысить допомогу по беспрацовью до зровня бюджета прожиточного минимума, а затем заменить его страховкой. Выплаты у померы 100% БПМ смогут отримать звольненные за скорочение штата работников, каля 50% – звольненные по уважливых причинах. Сумма страховой допомоги по беспрацовью, як плануется, будет осягать 60% середней зарплаты работника. Отримливать гроши можно будет на протягу 26 тыднёв. 70% середней зарплаты заплатить у первые 13 тыднёв. И 50% – наступные 13. Если будет принято, соответственно, все предложения, которые сейчас разрабатываются и вносятся специалистами, то это будет большое сподспорье для безработных. То есть во время поиска или в период поиска работы он будет действительно экономически немножечко поддержан, не немножечко, а значительно поддержан. И, наверное, у него будет больше шансов и быстрее найти работу. Темчасом середняя допомога по беспрацовью в Беларуси узросла. У разлику на одного беспрацовного яна повеличилася, прикладно, на 3 рубли. У середнім по країні ГТСума крыху перевышает 27 рублёв и складает амаль 15% бюджета прожиточного минимуму. Больше за все платят людям, которые находятся в пошуке подходящей вакансии в нашей области. Больше, как 30 рублёв. Меньше за всех в Минске. Амаль 24 рубли. Але, не глядячи на повышение, ГТСумы застались абсолютно символичными. Очень важно человека поддержать, если он по независимым от него причинам оказался безработным. Но, конечно, поддержать можно чем? Естественно, если ему выплачивать 20 рублей, это небольшая поддержка, потому что все мы понимаем, что надо и коммунальные услуги платить, и кушать надо, и ряд других жизненных потребностей надо удовлетворять. До речи, зараз у экономицы Гомельской области занято около 600 тысяч человек. Официйно беспрационными лечится, прикладно, 7 250. А узровень беспрацовья складает около 1,1% от экономично активного насельництва. Марина Джала, Валерий Гапанько, Телерадокомпания «Гомель». Завтра во Управлении по праце занятости социальной обороны Гомельска Гарвы Конкама пройдет День предприемства. Уси ожидающие смогут доведаться о процедуковании на предприемство «Белпродукт». Представники кадровой службы расповедут про умовы працы на посаде оператора линии вытворшести харчовой продукции. Огульно-городское мероприемство пройдет по адресе. Город Гомель, улица Пролетарская, 18. Початок А, 10-й године. Протягиваем выпуск. В Брагинском районе приступила до работы первая на Гомельсине операционная медицинская амбулатория. Она створена специально для обслуговывания сельских населенных пунктов. Нового увядениям подчеркнулся Олег Синцеров. Створение операционной амбулатории – идея местовая. После списания обсталеваний со старого Польмаскана, саму машину вы решили переобсталевать и разместить ее в мини-медкомплекс. В Брагинском районе покажек диспансеризации стопроцентная. Олега подосягнуть такого узровня, не господеваться только на одну районную больницу. Коли урачи сами проезжают до кожного человека. Стан здоровья контролируется значно больше эффективно. Мы куда-то можем подъехать, все это сделать, людей осмотреть, и людям никуда не надо ехать, потому что не каждый может доехать в Брагин. Потому что если люди трудоспособные, то, конечно, они осматриваются. А старые люди тяжеловато им, конечно. А так это все на месте. Пересовная амбулатория различена на людей у всех взрослых. За час знаходжения комплекса «Увезды» обследование проходят и пенсионеры, и рабочие местовых предприемств, и дети. У амбулатория можно пройти целый комплекс обследований. От огляда урача гольной практики до выявления дозы радиации, которая запрашена в организме, у кресли находятся специальные тачки, которые выдают докладную информацию всего за 5 часов. У первой половины этого года в Брагинском районе плануют начать реализацию еще одного проекта «Мобильная школа здоровья». Праца над им везется при потребности Организации Объединенных Наций и под эгидой Гомельского облаконкама. У научальных установок со школьниками будут заниматься профилактикой таких социально значимых захворываний, как алкоголизм, туберкулез и ВИЧ. Головная задача – формирование у детей отказанных относимых до своего здоровья. Медики переконаны – это перспективный проект. По селяким выпадку профилактичесные мероприемства в Брагинском районе уже доказали свою эффективность. Как поводить себе на заброженных территориях, все не ведают все, а выпадки на запрашивание у организма повышенных дозы радиации региструются все больше редко. Это, как правило, те, кто злоупотребляет дарами леса. Это ягоды, грибы, это сезонные подъемы внутреннего накопления. Обычно это охотники, обычно это грибники. Иногда бывает у рыбаков. Но это единичные, обычно мы регистрируем ежегодно от трех до пяти случаев. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель», Брагинский район. На передании пожара небеспечного сезона тему попереджения узгорания в экосистемах обмерковали специалисты затекавленных служб. Сегодня у Гомельскими обл. выконками на пытании журналистов отказывали представники областного управления МНС, землеупорядковой службы, жилево-коммунальной господарки, лесогасподарчего объединения. Летость в экосистемах в области зарегистровано 800 сгораний. Основная причина – спаливание сухой рослинности на присядебных участках. Громадян не спыняет ни штраф до 300 базовых величин, ни криминальная отказность за нанесение материального урона. Увагуле профилактичная работа даёт певные выники. У поравнания с ответственным передом 2016 года всёлета колькость пожаров в экосистемах снизилась в семь разов. Их зафиксовано крыху больше за 30. Ситуация на территории в области характеризуется як стабильная. Альяна не повинна заставаться без контролю. Горит когда? Когда территория неблагоустроена, когда на ней не наведён порядок. То есть МЧС пожинает где-то проблемы и недоработки других служб, которые в силу каких-то определённых обстоятельств не смогли достучаться до собственника земли, где этот бурьян стоит. И никто так не заинтересован, чтобы его жилище не горело, чтобы его территория не горела, как сам хозяин. К сожалению, некоторых надо принуждать к этому. Удельники брифинга закликают громадян до супрацовництва. При ведомых порушениях правил эксплуатации замельных участков треба поведомить про их у сельсовет. Сегодня у Центральной городской библиотеки Мягерцена стартовал проект «Навука и лес». Он организован их суместно за Институтом леса на Беларуси и примеркованный до года «Навуки». Лес – бода их самая великая природная богатая нашей краины. Залог экологичной и экономичной безопасности. Мы это проекта поширить виды молоди про роль леса в природе, а так само притягнуть их увагу до обороны, узнавления и обновления лесных экосистем. На первую встречу со специалистами Института леса запросили наученцев Гомельского державного политехничного колледжа. Им рассказали, как отримать на осенних хвойных дреус, гузов и доглядать за ими. У целом проект «Навука и лес» плановится ладить на протягу сего года. Подобные встречи будут проходить один раз на месяц. Конечно, будут освещаться такие проблемы, как лесная генетика. Мы знаем, что такое генетика есть медицинская, так и что такое генетика леса. Это биотехнология в лесном хозяйстве, что это такое. Лесные пожары, борьба с ними. Как ведется, что сейчас, какие средства используются для тушения пожаров. Конечно, побочное пользование леса – это ягоды, грибы. Специалист расскажет, как выращивать грибы на своем присадинном участке, как выращивать ягоды на своем присадинном участке лесные. Доуделы у проекте «Навука и лес» запрашаются усе ожидаючи. Подробную информацию можно доведаться на сайте Гоменской центральной городской библиотеки «Мя Герцена». Зверните увагу на свои экраны. В ротовальному отраду «Симуран» потребна допомога у пошуку пропавших безвесток людей. Татьяна Владимировна Юшкевич, 1982 года народжения. У пошатку Снежня 2016 года вышла с дому у агрогородку «Карма» у невядомым на керунку и не вернулася. Я ее прикметы на выгляд 35-40 годов, середнего росту, худрлявых от телоскладу, русые кучаравые волосы до плячей. Мать шукая Оксану Харитоновну Прокопенко, 1969 года народжения. Проживая у Гомеле, рост ниже середнего. У отрада есть информация, что жаншину недавно бачили у областных центров. Коли вы володаете о какой-нибудь информации про место знаходжения Татьяны Юшкевич и Оксаны Прокопенко, звяжитесь с волонтерами отрада «Симуран» по номеру телефона 70-41-28. Альбо номерах мобильной сувязи, які зараз бачите на своих экранах. Можно так само звярнуться у милицию по номеру 102. До инших тем, у Гомеле проанализовали выники работы областного союза с поживецких товарствов. Дейности объектов вытворчасти и громадского харчавания проставили на специальной выставе. А подчас провоздачного сходу керавництво областного союза огучило поспехи. На предприемствах Галины установлены новые энергосберагающие печи, які дозволили полепшить якость продукции и при этом знизить энергозатраты. Хлебопячение Гомельского областного союза признано одним из лепших в Украине. Развивается внешнеэкономичная дейность. Летость организации областного союза поставили на экспорт продукции большим на 6 млн долларов, что вышедшим в позаминулом годе на 70 тыс. долларов. На посяжение означали становшие выники работы Гомельского центрального рынка. У опущенных годов Йон является лепшим у регионе. И по выниках 2016 года захывал позицию лидера. По узровне организации Гандлю Йон не заступая буйным столичным рынкам. По многим показателям, по многим направлениям гомельские кооператоры идут впереди. И надо отметить то, что сегодня неплохо развито общественное питание, развивается промышленность, развивается сегодня хлебопечение. В прошлом году мы провели здесь семинар республиканский. Есть чему учиться у кооператоров Гомельщины. По выниках господарства финансовой деятельности Белка об Союзе, гомельский облспожил Союз в минулом годе занял третье место. У Гомеля прошла тотальная диктовка. Могчимостью проверить свои веды по русской мове скорыстались около 200 человек. У першиню акция прошла в 2004 году в российском Новосибирском. Тогда диктовку написали 150 человек. С каждым годом долучалось все больше краин. Все лета их было больше за 70. Гомель в списке городов-удельника в другой год. Летость акция проходила на одной пляцовце. Все лета на двух. Проверить свою докованность можно было в ГДУ Мяфранциска Скарыны и в гимназии номер 14, где текст диктовал уголовный редактор областной газеты «Гомельская правда» Сергей Беспалы. Для диктовки был обранный текст российского письменника Леонида Юзефовича под назвой «Город Ирака». У «Гомели» навыдатно с заданием справились 12 человек. Больше 20 стали хорошистами. У «Гомели» завершился 10-й международный фестиваль детячих миротворческих объединений «Живая вода дружбы». Его удельниками стали 120 школьников с большим 20 городов Беларуси, России и Украины. Девиз фестивалю «До миру изгоды» в 21-м стагодзе. На протягу некольких дён для юных миротворцев ладилися тренинги, майстер-классы и круглые столы. У апошний день удельники фестивалю наведали 27-ю школу «Гомеля», якая носит статус «Школы миру». Там дети распавяли про свои миротворческие инициативы, наведали музеи школы, а затем вышли на «Аллею миру» и «Яднання», как посадить древо дружбы. У завершения удельники форума запустили у неба голубов и шары у колер стягов своих краин. Выникам фестивалю стала выпрацовка новых идей и планов по супрацовницам детячих и молодежных организаций. Это обмен большой опытом. Я считаю, что вот этот фестиваль, который проводится три дня на территории нашей области, очень важен. И задача вот этого фестиваля в какой-то степени поспособствовать единению, укреплению дружбы в целом международном и прежде всего среди молодежи. На выходных у «Гомеля» открыли мотосезон. У мероприемства приняли удел сотни водителей у двухколового транспорта. Отправной кропкой стала площадь Ленина. Мотоаматеры начали сбираться за годину до старта. Ровно в полдень у супроводжения Держаута инспекции мотоколонна отправилась по центральных улицах города до детячих городка техничных видов спорта. На место удельников чекали концертно-игунявые пляцовки. А кроме того, на открытии мотосезону можно было сдать экзамен на категорию А1. Инспекторы ДАИ проверяли теорию навыки ваджения. Открытие мотосезону у «Гомеля» – традиционное мероприемство. Яно проходит, дякуючи супрацовництву ДАИ и мотоклуба «Железные браты». На протяжении двух лет тесное взаимодействие наше с любителем мототранспорта, они дали свои плоды в части того, что только в 2016 году уровень аварийности, связан с мотоциклами, в разы уменьшился. Это эффективность работы нашей, не только сотрудники госоинспекции, но и общественных организаций, байк-клубов, потому что мы через них хотим наши требования довести в части обеспечения безопасного движения. Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте по адресе www.tvergomil.by. На этом выпуск завершен. В студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов. До встречи в эфире. До встречи. КОНЕЦ Продолжение следует...